Да, у вас, кстати, утро. А у вас, кстати, вечер, да? Да, у нас конец рабочего дня. Замечательно. Разница в 7 часов и расстояние в 10 тысяч километров не помешали встретиться юным избирателям Сочи и Владивостока. Оба города представили лучших молодых знатоков по избирательному праву. Каждый из них – победитель конкурсов. Две сочинские команды сформированы из лидеров избирательного лабиринта, прошедшего в октябре. Капитан сборной «Имеем право» Елизавета Радина уверена – сочинцы покажут достойные знания, ведь они регулярно принимают участие в подобных викторинах, олимпиадах и конкурсах. Команда вполне готова, знания ещё не выветрились, и ребята вполне уверены в своих силах и в своём первенстве. Сочи и Владивосток впервые участвуют в межрегиональном скайп-турнире. Посвящено мероприятию празднованию Дня молодого избирателя. Он отмечается в третье воскресенье февраля. В ходе трёх раундов участники отвечали на вопросы по правовой терминологии, продолжали цитаты и показали свои знания в истории. На раздумья давалось по минуте. Мы уверены, что в таких интеллектуальных соревнованиях будет налажена дружба между нашими городами, и дальнейшее сотрудничество в различных мероприятиях будет продолжено. Ответы конкурсантов оценивали жюри и электронная программа, которая автоматически повышает рейтинг вопросов, вызвавших у ребят наибольшие затруднения. По итогам онлайн-турнира лидировала команда искателей 24-й школы города Сочи. Второе место разделили ученики 76-й сочинской гимназии и команда электорат ДВ из Владивостока. Ещё одна команда дальневосточного города заняла третье место. Татьяна Говоркова, Дмитрий Даниловский, телекомпания ФКТ.